В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. На улице воинов-интернационалистов загорелись три развлекательных заведения. По итогам первого дня ЕНТ 400 выпускников области не смогли набрать минимальные 50 баллов. Первый десант школьников отправился в Центр отдыха «Салют». Огонь мог перекинуться с кафе на жилой дом. Сегодня три развлекательных заведения загорелись на улице воинов-интернационалистов. На улице воинов-интернационалистов горело сразу три развлекательных заведения. Пожар начался в кальянной Геноцвале. Потом огонь перебрался на соседнее кафе и пельменную. Огнеборцы старались, чтобы пламя не перекинулось на жилой дом. Я не знаю, через сколько приехали пожарные, но мы стоим уже здесь, ну, наверное, часа, час двадцать. И примерно только 40 минут назад пожарные начали свою работу. Как бы они пытались то залезть, то слезть, то шланги. Пожарные все метр сорок. Товарищи, обратите там, не знаю, кто собирает команды. Потому что люди бегали, пожарный состав бегал из стороны в сторону. Они не знали, как потушить одноэтажное здание. В самый пик сражения с огнем к ним подбежала девушка и сообщила, что в расположенном рядом боксе хранятся газовые баллоны. Напряжение при тушении пожара нарастало с каждой минуты. Но пожарные не уступали огню и не допустили возгорания жилого дома. До газовых баллонов огонь тоже не добрался. Началось с кафе, которое с правой стороны. Кто что, еще никто не знает. То ли мангал, то ли кальян, то ли газовый баллон взорвался. Еще ничего неизвестно. У отчаянных зевак всегда свое мнение о происшествии. Версии рождаются одна причудливее другой. 15.15 объявлена локализация. Сейчас проводятся дальнейшие работы по ликвидации огня. Жертвы пострадавших об этом? Жертвы пострадавших нет. В здании находились газовые баллоны, они вынесены. Пострадавших нет. Комиссия разбирается в причинах возгорания. Хозяева заведений подсчитывают убытки. 3 июня Аким области Баужан Абдишев находился с рабочей поездкой в Шведском, Асакаровском и Бухаржураусском районах. Целью поездки было посещение объектов социального назначения, а также ознакомление с ходом весенних полевых работ. В Шведском районе глава региона побывал в средней школе имени Мухаммеджанова в селе Киик, где осмотрел кабинеты химии, казахского языка, спортивный зал, интересовался их оснащенностью и в целом учебно-материальной базой школы. Кроме того, Аким области встретился с жителями села. Во время беседы обсуждался ряд насущных проблем, волнующих сельчан. Еще одним объектом посещения стал строящийся двухквартирный жилой дом. На строительство этого дома с инженерно-коммуникационной инфраструктурой и благоустройством компании «Казахстан-Темиржолы» выделено 45 миллионов тенге. Подрядчик ТО «Туир». Оздача жилья в эксплуатацию планируется в начале августа нынешнего года. Затем Буржан Абдишев побывал на полях крестьянского хозяйства Жатва и ТО «Жана Ай», Асакаровского района и ознакомился с тем, как здесь идут весеннеполевые работы. Первое из этих сельхозформирований существует уже 15 лет. Специализируется на производстве зерновых культур. На посевной работает 15 человек. В нынешнем году под пшеницу отведено 6173 гектара, под ячмень – 700. В крестьянском хозяйстве Жатва имеется 14 тракторов всех марок, 4 посевных комплекса и 15 зерноуборочных комбайнов. Основным видом деятельности второго хозяйства Жана Ай также является производство зерновых культур. Имеется крупное поголовье сивней и лошадей. В текущем году здесь намерены засеять зерновыми и зернобобовыми на площади 12342 гектара. Причем под пшеницу отведено 11106 гектар. Кроме того, 1082 гектара займет лен. Аким области осмотрел поля этих хозяйств, интересовался организацией труда, бытовыми условиями, механизаторов. В Бухаржираусском районе Акима области Булжан Абдишев ознакомился с ходом весеннеполевых работ в ТОО Нур-Эсха и крестьянском хозяйстве Айхан. А затем побывал в Карагандинском научно-исследовательском институте растения и водства и селекции. Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются государственный флаг, государственный герб и государственный гимен. В Караганде прошло открытие почти 100-метрового флагштока с государственным флагом. Важным событием дня было открытие флагштока с государственным флагом. Высота флагштока составляла 91 метр, размер полотнища – 10 на 20 метров. Акима области Булжан Абдишев поздравил карагандинцев с праздником. Сегодня казахстанские государственные символы все чаще развиваются на авторитетных дипломатических площадках самого высокого международного уровня. Мы, как государство, состоялись, и наши символы известны всему миру. Сила любой страны в единстве ее народа. Мы должны всегда помнить – у нас общее будущее. Пусть мир, добро и согласие всегда торжествуют под небесным флагом нашей Родины. Перед открытием флагштока с участием главы области прошел традиционный велопробег. На трассу выехало более 500 человек из числа представителей общественности города и области, этнокультурных объединений и молодежи. По итогам проведения велопробега участникам были вручены сертификаты. После торжественного поднятия флага прошла церемония принятия присяги работниками прокуратуры, органов внутренних дел, службы пожародушения и других государственных служащих. Также был показ флешмоба с использованием государственных символов Республики Казахстан и концерт патриотической музыки. Жизира Дримова, Ужас Габазов, Бахтер Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня второй день единого национального тестирования. По итогам первого дня ЕНТ двери вузов для 400 выпускников области закрыты. Во время проведения тестирования двое выпускников, которые хотели воспользоваться шпаргалкой и сотовым телефоном, были удалены из аудитории. Что касается итогов города Караганды, то из 944 выпускников 172 не смогли набрать проходной балл. 19 школьников получили нулевую оценку, ну а 26 и вовсе не пришли на сдачу ЕНТ. Как правило, тестирование проводится по четырем основным предметам. Пятый предмет школьник сдает выборочно. В этом году в шахтерской столице на знак Алтенбельга были представлены 21 выпускник. Из них пока только шесть оправдали надежду преподавателей. Выпускник из киндербуранкулов набрал 84 балла. Результатами теста он недоволен. Говорит, что встречались некорректные вопросы, на которые сложно было отвечать. Молодой человек подал заявление на апелляцию. Апелляцию подал на казахский и математику. Ну, были технические проблемы, свои ошибки. И думаю, что вопрос немножко некорректный. Пока подведены итоги только первого дня проведения ЕНТ. Высокие баллы получили учащийся гимназий номер 97 и 101 лицея. Впереди еще один волнительный день для сдающих ЕНТ. Каждому выпускнику в первую очередь важно бороться с волнением. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Allugal Galvin Hercules Торговая марка Galvin представляет Эконом серия профиль Galtec 53 серии Эконом система трехкамерных профилей Монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию Это ваш профиль Стандартная система профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям Качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный Специалисты областного департамента здравоохранения и палаты предпринимателей За круглым столом обсудили одну из главных тем на сегодняшний день Проведение лабораторных исследований в растеневодстве и животноводстве И по организации работы отдела защиты предпринимателей Здоровье человека напрямую зависит от качества и безопасности пищевой продукции На сегодня одними из острых заболеваний являются пищевые отравления некачественной продукции С наступлением теплого времени года отмечается массовое поступление на прилавки города разных продуктов В особенности овощей и фруктов С теми факторами, которые необходимы для жизнедеятельности Мы должны в первую очередь о них говорить Решать вопросы по их устранению И для того, чтобы снизить показатели заболеваемости С 19 мая текущего года во всех продовольственных магазинах, торговых точках, рынках проводятся проверки Конечно, они проводятся только с согласием предпринимателя или руководителя предприятия Они должны дать согласие на проверку санэпиднадзора Это крупный супермаркет, это крупный супермаркет, это магазин, но у нас супермаркет, а также продовольственный рынок ЕШИБС Значит, за эти дни у нас было отобрано 444 группа образцов На сегодняшний день на рынках области имеются лаборатории, которые проводят исследования поступающей продукции И выдается соответствующий сертификат, подтверждающий качество и безопасность Даже если мораторию президент Сарана объявил, в любом случае надо давать предпринимателю, чтобы он не расслаблялся Центр по работе с молодежью при поддержке городского Акимата совместно с кинотеатром Саржайлау провел праздничную программу в честь Дня защиты детей В мероприятии участвовало более 200 детей и многие ребята из малобеспеченных и многодетных семей На площади перед кинотеатром Саржайлау собралось много народу В основном это были дети и подростки Детей развлекались размахом Ростовые куклы заводили разные игры Ребятам даже позволили разрисовывать центральную площадь мелками А волонтеры из Центра молодежи им помогали Основная цель – это организация полезного доступа для юных горожан города Караганды В мероприятии принимает участие более 200 детей Многие из них представители многодетных и малобеспеченных семей В рамках программы для детей будет организована праздничная программа Игры с участием активистов Альянс студентов Казахстана После всех игр дети отправились в кинотеатр на праздничную программу Ребята были не только зрителями, но и артистами Они пели и танцевали Вы счастливые дети, потому что вы живете под мирным небом И вам именно посвящен вот этот замечательный день Первое июня – это международный день защиты детей Я вас всем поздравляю, дорогие детишки, с этим замечательным праздником В конце праздничной программы дети смотрели новый анимационный фильм «Ертустык и Айдахар» Казахстанские мультипликаторы устроили из премьерного просмотра настоящий праздник Лариса Хусеинова, Кайрат Рашидов, Бахтиарус Панов, Первый Карагандинский Продолжим Сегодня около 300 детей Караганды открыли первый сезон летнего удара Они отправились в центр «Салют», который находится в селе Асыл Бухаржуравского района Там они будут набираться сил до 15 июня Каждый год для тысяч детей и подростков региона организуется летний отдых Он позволяет восстановить силы, снять физическую и психологическую нагрузку Главное – почувствовать себя свободным от уроков Вольница наступает Но, конечно, под наблюдением воспитателей и педагогов А пока мамы и папы дают последние наставления своим чадам Последние соглашаются со всем Но по глазам видно, что они уже там, в центре отдыха «Салют» Многие едут отдыхать уже не первый раз В лагере буду веселиться, на всякие мероприятия буду участвовать Я не первый год туда еду, второй год уже Мне там очень нравится, хорошо там Еду за настроением, чтобы настроение поднять и за друзьями Буду отдыхать, плавать в бассейне, участвовать в конкурсах, карнавале Настроение хорошее В первую очередь, оздоровительный отдых организуется для детей-сирот и детей из социально незащищенных семей Помимо пришкольных и профильных лагерей, в центре «Салют» планируется организовать пять сезонов отдыха по 12 дней Около двух тысяч детей смогут отдохнуть в летний период В центре предусмотрено шестиразовое питание, овощи и фрукты каждый день на столе Уже организована развлекательно-образовательная программа Будут работать самые разнообразные кружки Ребят ждут спортивные площадки с опытными инструкторами Для полной безопасности отдыхающих круглые сутки работает медицинский пункт и патрулирует охрана Так что родители могут быть совершенно спокойны за своих детей Через 12 дней они приедут загорелыми и подросшими Солнечных вам дней, ребята, и веселого отдыха Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский День защиты детей не кончается одномоментной акцией В детский дом Таншалпан при Шахтинске приехали поздравить воспитанников представителей филиала РГП «Цон» Карагандинской области И вручили им памятные подарки Для гостей воспитанники детского дома Таншалпан провели экскурсию по своему дому Показали комнаты, выставки фотографий, рисунков, подделок, спортзал, библиотеку Где ребята выпускают свой журнал Звукозаписывающую студию, комнаты отдыха и комнаты достижений Затем ребята устроили небольшой концерт в знак благодарности Директор Карагандинского областного филиала РГП «Цон» Талиубай Кусаинов Поздравил всех ребят А отметившим свое 16-летие воспитанникам Вручил удостоверение личности Главный подарок детскому дому – плазменный телевизор Как сказал глава государства Шултан Абишевич Назарбаев Детство – это самая счастливая пора в нашей жизни Когда сказка легко становится былью А все мечты чудесным образом сбываются Право быть счастливым имеет каждый ребенок И вместе мы должны сделать для этого все необходимое В День защиты детей слово особой благодарности Хочу выразить всему коллективу детского дома Тан Шултан в лице директора Мангельдия Саматовича Где дети окружены любовью, заботой Имеют возможность достойной реализации Своей творческой и интеллектуальной персиал Вам, дорогие ребята, желаем крепкого здоровья Хорошего отдыха, новых ярких впечатлений И исполнения самых сокровенных желаний Ребят пригласили на экскурсию в Центр обслуживания И ознакомились с электронным порталом Правительства Республики Казахстан Однажды в регистрационной стойке заметил Что почти у всех пассажиров были удостоверения с чипом Своё удостоверение личности я получил в 16 лет С тех пор так и не поменял его на документ нового образца Задумывался об этом, но в суматохе забывал Ожидая свой рейс, я решил проверить Можно ли подать заявление на новое удостоверение по интернету К моей радости на egov.gz оказалась такая услуга Детский дом Таншалпан получил новых друзей В лице сотрудников Карагандинского областного филиала РГП ЦОН Мы от всей души благодарим представителей ЦОНа За такие замечательные подарки и за поздравления Спасибо Это были все новости на сегодня Если у вас есть интересная информация Звоните нам по телефону 420649 Спасибо, что были с нами Аман Сауболмсдар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова